Конечно, каждая женщина согласится, что бёдра и попа являются самой проблемной женской частью. Как только мы начинаем переедать и не двигаться, жир накапливается именно здесь. А вот сил на интенсивные тренировки, да и времени тоже не всегда хватает. Выход есть! Анита пришла ко мне в гости для того, чтобы показать новый, уникальный, эффективный комплекс упражнений для бёдер. Да, моя дорогая? Да, Надежда. Здравствуй. Привет. Ну, мне, конечно, неудобно при тебе это повторять, но на самом деле не у всех женщин хватает времени, терпения, сил для того, чтобы на тренажёрах с усилением заниматься. Надя, ты знаешь, что я, как всегда, только за то, чтобы хоть что-то, но делайте. И это 100% принесёт результат. Ко мне на тренировку пришла девушка, которая 6 лет занималась в тренажёрном зале. Но потом врачи обнаружили у неё проблемы с сердцем. Силовые нагрузки, естественно, ей стали противопоказаны на период лечения. За два месяца без спорта она набрала 6 килограммов. Ой-ой-ой. Она пришла в зал ко мне с вопросом, что же ей всё-таки делать, она хочет сбросить эти килограммы. Естественно, я посоветовала ей такой комплекс упражнений, который называется стретчинг. Я посоветовала именно этот комплекс, потому что у неё были проблемы с бёдрами и ягодицами. За полтора месяца занятия она сбросила мало того, что все лишние килограммы, ещё она стала очень довольна, насколько увеличилась её растяжка. И общее состояние организма, естественно, тоже улучшилось. Стретчинг – с английской растяжка. Простейшими словами, спорт для ленивых. С каждым днем он становится всё больше популярным. Причиной этого есть обмазать время на занятия в тренажерном зале и небажание выслушивать себя долготривальными упражнениями. Комплекс упражнений, которые используют в рамках стретчинга, позволяет уменьшить мязи, уменьшить координацию движений, стимулировать кровообъект, поддерживать работу суглобов, снять стресс и втому, и уменьшить травматизм. И если вы уже пытались похудеть за допомогой фитнеса, но вы должны были отмазаться от него через выживание травм, то стретчинг – как раз то, что вам нужно, чтобы привести себя в форму без риска травматизма. Я понимаю, что растяжка – это гибкость, красота, но за счёт чего при растяжке мы худеем? В результате занятий, которые направлены на плавную растяжку и укреплению мышц, мышечная ткань насыщается очень хорошо кислородом. Внутри неё улучшается кровообращение, и при этом создаются условия для активного развития и роста мышц. А кому нельзя делать этот комплекс? Стретчингом могут заниматься практически все, но есть небольшие ограничения. Если у человека недавно был вывих или перелом, и кость не успела встать на место, то лучше не занимайтесь. А также, если есть обострение воспалительных заболеваний, суставов и проблемы с тромбами. Я надеюсь, что у вас нет противопоказаний, и есть немного свободного времени и места для того, чтобы прямо сейчас вместе с нами начать тренировку. Давай? Но есть одно главное правило перед любыми упражнениями на растяжку – это обязательная разминка. Разминаем мы всё по очереди – голова, плечи, таз, коленки и стопы. Так как мы сегодня будем с тобой растягивать нижнюю часть, мы разомнём только нижнюю часть. Первое упражнение – стеснительная девочка. Ставим ногу на носочек и вращаем. Голеностоп в одну сторону и в другую сторону. То же самое делаем с другой ногой. Стесняешься? То. Просто я представляю сейчас, какая у меня будет растяжка, уже начинаю стесняться. Кстати, тем, кто знает, что растяжка у него плохая, всё равно можно начинать делать? Тем, кто знает, что растяжка у него плохая, сразу же, сейчас же становитесь вместе с нами и начинайте растягиваться. И вращаем коленками. В одну сторону поставьте ножки вместе. Полностью соединили стопы. Надюша. Ой. Да. Поворачивали в одну сторону, в другую. Поднимаемся и немножечко разомнём тазобедренные суставы. Это обязательно. Не пропускаем эту часть. Это обезопасит ваш организм от травм. Ну что ж, готовы? Да. Моя любимая фраза – на колени все. Правую ногу хорошо выставляем вперёд. Достаточно далеко. Сразу проследите за тем, чтобы ваша пятка находилась под коленом. Оп. Провисаем вниз. И здесь должно почувствоваться, как хорошо-хорошо растягивается задняя часть бёдер. У нас правой ноги. И передняя часть левой ноги. Руки устанавливаем на бедре впереди. И начинаем с того, что делаем маленькие-маленькие пружинки. В течение 30 секунд выполняйте пружинищие движения. Это достаточно приятное упражнение. Анечка, ну всё-таки до боли делать? Ни в коем случае боль во время растяжки не нужно терпеть. Она, знаете, такая очень приятненькая. Так вроде как чуть-чуть и тянет, вроде и больненько, а вроде как можно потерпеть, слёзы не текут, всё хорошо. После 30 секунд пружинищих мы обязательно останавливаемся и начинаем глубоко дышать. Запомните, мышцы начинают растягиваться только тогда, когда они расслабляются. Поэтому в этом положении нужно расслабиться. То же самое делаем на вторую ногу. Попружинили 30 секунд и затем остановились ещё на 30 секунд. Есть. Хорошо, следующее упражнение. Из положения на четвереньках. Мы одним резким движением выбрасываем ногу вперёд. Оп. Почти шпагат. Здесь проследите за тем, чтобы у вас коленка находилась под тазом. Чуть-чуть поближе подвинься. У тебя уже прям как полушпагат получился. Я очень стараюсь. Ещё скромнее, Надя. Здесь мы обязательно стараемся выпрямить спинку. И у нас хорошо тянутся подколенные. Да. Задняя поверхность бедра. И если мы потянем носочек ещё больше на себя, то хорошо почувствуем, как растягивается голень. У нас хорошо идёт отток. И другая нога. Что приятно в растяжке, что когда мы хорошо растягиваемся и постоянно у нас хорошо циркулирует кровь, мы избавляемся от такого явления, как целлюлит. Это, знаете ли, бонус. Переходим к следующему упражнению. Его удобно сделать именно из этого положения. Мы сгибаем ножку впереди. И топаем носочек, пяточка, носочек, пяточка, носочек, пяточка к руке. И опускаемся хорошо вниз. Подтягиваем пяточку к себе поближе. И попробовать опуститься вниз. Очень приятное упражнение. И в нём можно провести времени сколько угодно. Начните с 30 секунд. Затем можете лежать по минутке, по две, а то и по пять. И меняем другая нога. В этом упражнении у нас хорошо растягиваются мышцы ягодиц. Кровь приливает к тазу. Таким образом мы избавляемся от ушек, мы избавляемся от тяжёлой попы. И наши бёдра становятся более вытянутыми, тонкими, красивыми. Хорошо. Ложимся на спину. И ставим одну ножку сверху на другую. Теперь очень-очень внимательно. Правая рука. Ныряем вовнутрь. И захватываем ногу снизу под коленкой, другой рукой снаружи. Руки берём в замок. Отодвигаем рукой колено в сторону. И хорошо натягиваем ногу на себя. Хорошо ощущается, как растягивается снова задняя поверхность ноги. И тем самым мы одновременно и укрепляем мышцы ног, и растягиваем. Форма бедра зависит от того, насколько мышца сильная и насколько она растянутая. Выныриваем, ставим другую ногу, выпрямляем и заныриваем другой рукой. Оп! И потянули снова на себя. Предлагаю эксперимент одним движением поднять себя наверх. Оп! Ого, как мы можем! Да, у меня есть одна подруга, у которой очень болезненные критические дни. Именно благодаря этому упражнению и его регулярному исполнению она избавилась от боли, как вы понимаете, раз в месяц. Такое упражнение будет полезно для очень многих женщин. Скорее показывай его. Становимся. Разводим коленки пошире. Носочки при этом тоже раздвигаем пошире. В этом положении мы опускаемся на локте, стоим. Минимум это 30 секунд, затем можно увеличить время до минутки 2, 3 и 5. В это время у нас очень хорошо раскрывается таз. Это упражнение очень хорошо укрепляет внутреннюю поверхность, одновременно растягивая ее. И мышцы становятся красивые, тонкие и упругие. Это упражнение необходимо выдержать в течение одной минутки минимум. Поднимаемся наверх и, упираясь на руки, аккуратно собираем ножки. Вот такой магический комплекс для бедер. И это не значит, что обязательно нужно всегда качать, тренировать и приседать. Можно и просто потянуться и тоже достичь отличных результатов. Если вы будете выполнять этот комплекс ежедневно, а его можно выполнять ежедневно, то уже через недельку вы увидите, как ваши бедра меняют форму. А через две недельки прям сильно удивитесь, когда посмотрите в зеркало. Понятно, что наши формы немного изменятся, но ты уже как профессиональный спортсмен наверняка можешь продемонстрировать хотя бы маленькие чудеса гибкости. Ой, они-то прекрасные. Спасибо тебе огромное за комплекс, который поможет нам стать красивее и здоровее. Привет, Ютуб! Хочешь отличную фигуру? Тогда подписывайся на наш канал, и мы будем заниматься с тобой вместе.